Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет очередной тест-драйв всяких приколюх из фикс-прайса. Я сегодня, кстати, представила перед вами в таком образе, не знаю, как-то серо на улице, еще что-то, и я такая думаю, в каком бы образе сегодня снять видео, и вот, пожалуйста, что я придумала. Я надеюсь порадовать ваш глаз, потому что мой глаз в зеркале очень радуется, мне вообще нравится этот цвет, я бы такой поносила бы, но, к сожалению, для этого нужно очень много стараться с волосами. У меня был похожий цвет, и нужно и вытравлять волосы, и много чего другое, благо есть такие интересные вещи, которые можно временно поносить. Итак, что у нас будет? Смотрите, фольга, дизайн, что я купила в фикс-прайсе. Одна из моих зрительниц, она написала мне, что, Селена, попробуй вот такую фольгу и сделай обзор, потому что у меня ничего не получается. Я не обещаю, что у меня может получиться, потому что я точно такая же, все у меня не получается, но как раз-таки я сделала свои ноготочки. У меня вот френчик, я решила сделать такую, как это называют, миндалевидную форму, и, в принципе, я думаю, что мы можем сверху этого попробовать сделать. Что я хочу сделать? Вот под мой образ, конечно, подходит вот такой цвет, да? А мне хочется вот такой. Все равно я буду делать на один пальчик. Мы можем попробовать, в принципе, разные варианты. Что я приготовила? Я приготовила на всякий случай ватный диск, жидкость для снятия лака, вот такая, кстати, неплохая, без ацетона, айсберг называется. Очень хорошо стирает, потому что раньше мне было сложно найти. Стираешь, стираешь. Гель, что-то у меня. Какое-то средство было в одной из бьюти-коробочек. Гель-восстановитель с кальцием. Гель-восстановитель. Подождите, это не лак. Да что ж ты будешь делать? Нужен прозрачный лак. Вечно я что-нибудь вообще не то возьму. Подождите, я проверю сейчас. Может, это просто жидкость какая-то? Короче, это не лак. Я потом возьму нормальный прозрачный лак. В общем, девчонки, у меня малой спит, поэтому я там лазить много не могу. В принципе, не обязательно, чтобы лак был прозрачный. Возьмем такое нежно-розовое. В один слой он вообще почти прозрачный. Поэтому, думаю, этот момент не принципиальный. Какой цвет? Все равно будет сверху фольга. Я надеюсь, все это закроет. И у меня нет еще палочек, потому что тоже надо лазить, их доставать. Мы будем использовать вот такие вот зубочистки. Здесь написано все очень просто, на самом деле. Даже не написано. А, и написано, и нарисовано даже. Вот. Что нам нужно сделать? Первое, подготовить ногтевую пластину, придать необходимую форму, а без жир. Ну, мы этого делать не будем. Это делается специально, чтобы наносить лак, чтобы лак хорошо держался. Потому что, в принципе, сцепление нашей фольги будет с лаком. Так как я долго не собираюсь это носить, я сразу нанесу лак. Второе. Покройте ногтевую пластину лаком, дождитесь его высыхания. То есть мы покроем сейчас пластину лаком, дождемся ее высыхания. Потом распределим фольгу по ногтевой пластине. Лишнее уберем палочкой для маникюра. Вот это самое сложное. Уберется ли оно, или как там что там. Что за фольга, какого качества. Сейчас посмотрим, плотная или не плотная. И последнее. Нанести прозрачный лак для закрепления результата. Все равно нужен прозрачный лак. Ой, ты боже мой, отойду схожу. Нет, это просто нереально там искать лак. Поэтому я возьму... Ну вот, он тоже почти прозрачный. Он просто с блесточками маленькими. Я думаю, он не сильно испортит. Заодно посмотрим, что будет, если нанести с блесточками. Так, давайте вытащим сначала какую-нибудь фольгу. Я хочу попробовать серебряный, так как вообще давно я хотела беззеркальные себе ногти. Вот это тоже очень красиво. Может, мы его попробуем. Так, здесь у нас такая липучка. Мы аккуратно можем вытащить то, что нам нужно. С одной стороны белая, с другой стороны цветная. Она достаточно плотная, но, по-моему, это как наклейка сделана. Сейчас мы проверим. Кстати. О, у меня же фрынчик. Я так хотела что-то кружевное. Может быть, я беленькое сделаю. Здесь есть белое, такое кружевное. А как его достать? О, здесь с другой стороны тоже липучка. Короче, можно все их достать вообще, на самом деле, и не париться. Вот, всё. Всегда почему-то в какие-то прикольные цвета, например, вот такой, вот такой, вот такой. Всегда добавить какую-то фигнюху. Ну, может, вот это ещё тоже ничего. Вот это вот. Не знаю. Это не моё. Оранжевое точно вот это не моё. Вот такое вот есть прозрасть. Смотрите, сумок. Я его хочу сделать на безымянные пальчики Френч. И поносить подольше. Давайте для начала проверим, всё-таки это у нас наклейка или нет. Или просто картон. Потому что такой картон будет очень сложно убираться лишнее. Да, как я предполагала, это наклейка. Вот. Классно. Теперь давайте... Я думаю, что нужно отрезать примерно по нашей ногтевой пластине чуть-чуть больше заходя. Иначе мы всё испортим. Нам надо, чтобы хватило, например, на всё, да? Нам же надо, чтобы хватило на все ноготочки. Ну, вот, например, вот такую полосочку можно отрезать и ещё поделить её. Ой, поделить её ещё на много можно. Короче, я думаю, что хватит одной такой пластинки вообще на два раза ногти сделать. Теперь мы покрываем. Вот, я отрезала такой квадратик вообще маленький. По моей ногтю. То есть я померила, да? Он будет чуть больше. Давайте я вас опущу вниз. Итак, я думаю, что так нам будет удобнее. Смотрите, вот он мой квадратик. Я думаю, может быть, его заранее как-то... А, всё равно нужно, чтобы пластина высохла. Значит, берём... Так, это мы уже не берём. Беру я лак, который у меня есть. Неважно, какого цвета. Главное, чтобы он был без блёсток внизу. Давайте сделаем вот средний пальцем. Я наношу лак. И нам нужно подождать, пока он высохнет. А также я хочу попробовать вот такую вот. И тоже отрежу сейчас. Такой же вариант. Для безымянного отлично. Его я сделаю блёсточками для того, чтобы щётки прозрачность у нас оставалась. Может, даже ещё красивше-то будет. Ждём. Наши лаки подсохли. Теперь я беру и разъединяю нашу фольгу. Аккуратно нанесу, чтобы пластина была вся покрыта ей. Так. М-да. Видно вам? Фольга достаточно плотная. Она делает заломы, когда мы её кладём на наш ноготь. И я не вижу здесь никакой красоты. Давайте попробуем серебряную. Я думаю, она сделает то же самое. То есть вот я кладу серединку. Начинаю лепить. Вот, сами понимаете. И я не представляю, как это убрать вот всё. Это как убрать? Как это убрать лишнее? Это никакой палочкой не уберётся абсолютно. Какой палочкой? Во-первых, оно не лепится как следует. Во-вторых, ну что это такое за бред вообще? Что это за бред? Сейчас сверху нанести лак. Хорошо, что я его не нашла. Короче, это не работает. Это не работает. Это просто выкинуть на помолку. Ну что, мои хорошие, наш эксперимент завершён крайне быстро. Эта фольга не работает по причине того, что она должна быть намного-намного тоньше для того, чтобы лечь очень красиво и не делать таких заломов на ногте. Это первый вариант. Второй вариант. Она должна быть настолько тоненькой, что если прилепилось всё к ногтю, то палочкой действительно должно быть, ну, удобно это убирать и мягко она должна отходить. Здесь же такая фольга, которую ножницами нужно отрезать, но мы никак это не сделаем ровно и аккуратно. Поэтому вот это не работает и чисто выкинуло деньги. Но не выкинуло деньги, потому что у меня появилась идея снять для вас конкретно это видео. А значит, оно может быть для кого-то полезным, для кого-то интересным. И я сэкономлю чьи-то 55 рублей. Я думаю, это стоит. Я уже думала, будет у меня такая обложка красивая. Вот таки ногтю. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам всё понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Если вам нравится мой образ тоже, ставьте лайки. Я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok